Ты не мастериста, как ты, я запись включен. Забукочек? Да не надо, че. Ты вот прочти сейчас, что я вот и написал, просто пост и слух пишти. Ты пришел по поводу убийства, как бы, да? Да. Но, вот, ты вот прочти полностью все, что я вот тебе, как что ты написал, точнее. Скажай по вышеуказанному адресу. У меня есть жена Ширяева Елена, мы живем с Еленой полтора года. У нее был муж Юры. У Юры, ой, у Лены есть мама, Якушева Вера Степановна. Мы жили сначала хорошо. Потом я стал узнавать, что Лена ранее уезжала в город Сургут, где она в течение года работала постепенно. Ну да. Правильно? Ну да. А сейчас-то уже давно узнает она. В 2011 году у Лены умер муж Юра, на котором она была ранее замужем. Юра работал во многих местах, и был просто работяга. Он то работал, то не работал. В основном он не работал, у него был большой долг заплатива. Я еще вот это могу добавить. То есть, смысл в чем? Ну, Вера Степановна Якушева выплатила долг, значит, за квартиру эту, эту, да? Почему-то в течение полугода она не оформляла наследство на Елену, а Юриной сестре, когда пришла за документами, потому что Юра отдавал документы сестре. Она заявила в магазине в Секенханде следующее, что отдам ей документы, и Елена скоро умрет, я уже оформлю эту квартиру на себя. Юрина сестра, ее зовут Ольга, бывшая Ширяева, насколько я помню, она обалдела от этих слов. И она сказала, ну, потому что Юра умер, юный брат, и она обалдела, вы ей как-то говорите вообще, что Елена умрет, вы же дочь закапываете живую. И она мне пояснила следующее, в деловом квартале, это проходила беседа, деловой квартал, летом, когда Елена первый раз ушла, это было, видимо, в июле месяце, секунду, пока, пока, не перебивая, пока не зашла другая женщина, и она как бы у Яка ушла, потом ушла. Затем подтверждение того, а Елена этого, кстати, не знала, и Ольга, 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 она как бы даст такие показания, ей смысла врать нет. То есть, Якушева Вера Степановна уже живую Елену хоронила, и квартиру хотела оформить на себя. И в течение полугода она не оформляла почему-то, она только и делала, что давала деньги, и Елена пила. Диван здесь был выкинут, и Елена спала на грязной тряпке вообще, и ты сам понимаешь, здесь был линолеум, срань, вонь, вообще дерьмо собачье, по-русски говоря. Сейчас стоит два дивана, компьютеров не было, сейчас три компьютера, вот идет запись на моего духа, я так же могу как бы и себя показать, чтобы у меня видно было, и так далее, как бы, ну, давай дальше, где он? Так, где мы остановились? Да, вот, Юра работала во многих христах, был просто работяга, при этом он много пил, иногда пил запоями. До смерти Юра со слов Лены пил неделю. Да, у него была поджелудочная, то есть поджелудочная, он попал в какую-то, это еще в детстве, как бы у него велосипедная травма, со слов Елены, я упираться буду на факты, не надо вешать на меня, что это не, я знаю, что не таких Елен перегрязал бы, но он сам понимаешь, но у него еще был гастрит, как бы у нее и печень была болиная, гепатита С, но почему-то у Елены нет гепатита С, и опять же анализы чистые. Она почему-то очень сильно, и я похудел, я боюсь, что здесь какое-то заболевание, знаешь, ничего не думаю. Но это не факт, потому что это у меня не зафиксировано. Мама у меня врач. Ну и дальше, что еще? Ну что, какие объяснения? Ночью Юре стало плохо, как ему стало плохо с желудком. Он захотел поесть, и Лена принесла ему салат, селедку под шубом. Он поел. Ему стало плохо, и он умер. Но Лена сказала, что она уснула и не могла вызвать ему скорую. Смысл в чем? Когда она первый раз рассказывала, что он как бы вообще, вот они неделю не пили, он отходил, да, и вывод не напрашивается, что вот есть такие заболевания, допустим, трипер, гонорея. А почему не дают пить спиртное, когда лечат? То есть некоторые лекарства вообще несовместимы. Ну, так извините, я там был не... Ну, сам понимаешь, да? То есть смысл в чем? Он не пил неделю, как бы, и может, сутки-двы вообще не есть, чтобы по желудочному успаковываться. И он захотел есть, вот он, по-моему, он... Ну, в общем, он и сказал ночью, принеси мне есть, хочу. Он разбегал в холодильник, принесла селедку под шубой, которую дала ей ее мама. Елена не готовит. Елена алкоголик. Готовил тут полтора года, я стирался полтора года, я ремонт и делал, я... Тут все полностью сделано мануально. Здесь и был ужас, но реальный ужас. Она же меня внушила, что у нее папа загвозден. И при встрече с юной мамой я это высказал. Я говорю, было такого, что вы Елене признавали, что она вообще от соседа. И она посмотрела на нее и сказала, да, мама, ты мне это говорила, когда была пьяная. То есть, а он мой дядька. И как же я сестру не вытащу, правильно? То есть я ее полюбил, правильно? Да, вот так вот. Родной дядя? Ну, в смысле, мне дядя Загозин, или я не помню, родной, который был убитым на берегу. Он смотрел за этим городом. Не суть в этом. Они были соседи, и со слов Елены, что когда она провожала своего вот этого Александра, мужа, он сейчас настоящего, значит, в армию, она, видимо, успела подзалететь, и получилось Елена. Это со слов Елены, это Якушева, как бы, это, она даже в глаза посмотреть не могла, и все вот так вот узнается. Как же я сестренку буду обижать родную? Она не зачисли мне ей помочь будет, правильно? Ну, давайте вот с этого еще опалкиваться. Да какие там, где-то, как ты поверишь, что она вообще убийца? Как ты поверишь, что она проститутка? Из всего Елены фотографии, вот фото, альбом, пожалуйста. Красивая девушка, да? Красивая девушка, вот на лупу выше поднести. Это год, наверное, мы с ней познакомились, как бы, первый раз в 2003 году, когда я работал на рынке. Ну вот, на чем мы с ней на месте. В дальнейшем я узнал, что Елена рассказала, что она спала чутко. Я ей сказал, что она врет, так как она просыпается от каждого шороха. Ой, то есть, нет, он поел и умер, но она сказала, что уснула и не могла вызвать ему скорую. В дальнейшем я узнал, что, так как Елена рассказывала, что она спала чутко. Я ей сказал, что она врет, так как она просыпается от каждого шороха. в чем как вообще вся эта история что короче она накормила селедкой под шубой короче сама уснула как уже было полтора 4 утра там все мыслов проснулась на 5 утра зафиксировано пошла на кухню на пошла на кухню юра юра вставать давай она ему как бы не рассказывает он без движения пощупала пусть сердце не бьется я испугалась позвонила значит сейчас ягод позвонила маме или папе и сказал что его умер те сказали что пить меньше надо ягод пошла теки любя 53 квартиру значит это и таким способом как бы это все зафиксировал что он умер короче все наиграно позвоню в 5 утра и скажу у меня вот это жена умерла почему не скажешь пить меньше надо есть я трезвый звоню правильно а почему так на игру на почему такой спектакль на кого он рассчитан на эту куриную обувь ширу сорок пятого региона что не так она не понимает просто что-то наигрывает все она понимаешь это мама там покроет там литкин какой-то есть вон и он и а фотография он юный родственник это пить иначе ну пожалуйста но потом я узнал что скорую она вызывала это мне сказал книги максим и он сказал что она говорила про это всем из чего я сделал вывод что лена не вызывала скорую специально чтобы умер ну потому что я значит после измен после всего она ушла домой к моменту потому что это может с мамой справиться на за квартиру я кушал короче не знаю сколько на 60 штук только по кредитам поедем отдаваться на дела телефон и не стал выплачивать и значит потом за квартиру что там затопление я не знаю что около ста тысяч короче и больше того около ста тысяч что она все это выплатила короче и смысл в чем и тенибину то говорю разговор что выясняется я бы ну мы снегу в разводе уже скажи правду я тебе ничего не сделаю как бы что я не буду тебя наезжать что не пугай снегу просто на правду узнать как бы расслабился просто маленький пришла просто ничего про меня чего не говорила на это ну что оскорбляла что ничего вообще не говорила вообще ничего не берешь из общезду спорена полностью ситуацию пришла типа водка есть деньги дал и дал денег и она сходила в магазин мне она стала что что-то пришла говорит что-то попили там люка вторая третий короче бегу еще это ну и все в этом смысле скажет игру но она вообще где массаж сделала потом учебите приятно что есть я никто не носила когда я проснулся где неважно вера степана у вас нету спускаясь на 1 этаж и она на бордюрчик я где была была на набережные у памятника где водку взяла когда уже поднились видео подруга там что у детского мира потом я стал выяснять где-то подруга почеты гонишь на нифига себе на самом деле он смельбонит на учил мир надо знать про жизнь и не жить она потом открывает ладно только давай ты успокойся макс футболиста близко или на и шлягу футболист как бы на фанаты футбола и смысл в чем мы поговорили за футбол я звоню значит максу он отвечает ничего не было там чё ты вот просто дам за футболку она конечно созванивалась и предварительно что она что я уже в курсе да и в в итоге в итоге через три месяца я гулян а ну ты же знаешь я тебя люблю было что ты или не было скажи правду эти прощете пальцами я понимаю что как бы калка зависима просто скажи правду чтобы не прошу мне легче стало я чувствую что что-то было нашу ты этого не говоришь и не как вообще камень нашу меня давит на сердце просто больно и смысл в чем она готова меня изнасиловал я вообще минут пять вообще сказать ничего не больно было ужасно я буду чё делать и изнасиловал а чё и как и все пошли в следственный комитет так и так что изнасилование а как ты должен допускать идти бить его так меня посадят в тюрьму еще признает невменяемым я вообще могу туда не выйти но такими методами но я кушаю всяких вверх степанов после юных абортов тогда после всего-то все проворачиваться за деньги это ладно не избивались и он слов мальчик был там до ночи колупались там если растяжка на груди это любая экспертиза по растяжкам по грудь на груди установить дату смысле год этих растяжек правильно что это было не во аварии когда я было 20 лет а это было в 17 лет и то что аборт вообще был они авария это тоже экспертиза установит правильно и чё смысл какие нужны факты если у вас есть экспертизы вот замысла водите а чё бурдино что его сказал короче так и так она тебе чё по поводу убийства она сказала что скорую вызывала сейчас скажу ничего с того что я бы она вот я чутко спала я начал с ним разговариваю просто чуть не отравили комфотом он как бы она у него побывала видимо еще раз но ничего не говорила и как бы он начал даже за заступаться как бы сказать защищать и смысл в чем я буду аналог не сказала что спала чутка он бы как его как бы понял он как и даже разозлился что понял что она ему ворова она мне бы сказала что надо вызывала скорую а я рад сразу как бы подсекаю она только тебе сказала что вызывала скорую он аж бесился да она всем говорил что скорую вызывала когда он и понял что он напрасно йота защищал что она тоже дурака его держит вот такая невменяемая вообще дурочка такая чем это ничего пластина в башке стоит ее единственное вот здесь вот ключицы сломаны переламывать надо чем это у неё там непонятно что за чем это еще вообще вот давайте дальше по поводу моего убийства могу сказать что нам принесла яблочный компот ее мама верося паровна я выпил три бокалового компота спустя время мне стало плохо с сердцем после чего я два месяца полтора полтора не менее полтора полтора то точно я такой парень как бы это как говорится не увеличиваю на я недавно его пил когда мне следователь позвонил это что тебя вот там экспертизу на два часа там просто признают лишат слова там всего ты как пес что компот был отравлен не это понял потом вспомни про слушая яблоки банки хотя они должны были лежать на дне компот мама принесла за два месяца до его употребление мной да 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 два точно месте потому что мы даже в новогодний я вообще компоты люблю яблоки были всплывшие и как бы мне что-то подсказала попробовать что почему спушит яблоки я попробовал такой сладкий непритерно ничьи кислоты ничего нет я потом уже я потом уже у меня просто была мысль что от реакции не спури от химической реакции по вкусу то без применения кто то есть он не испортился конечно он без примесии был там может капля то может кубика два может я но это даже догадки я же этого писать не буду это вам надо разбираться съемных показаний я не знаю я прихожу в следственный комитет у вас бы ездит так тоже почему а он нас в мвд прихожу в мвд а у нас убийствами занимается следственный комитет это и детектор лжи тоже у них это чё за бред вообще это чё такое людей будут убивать аборты делать там по машинам ну это не неважно меня чуть не убили я все уже сам уже раскрыл можно сказать для себя то я многое понял знал кто-нибудь еще что она работала в прости пилюра этого не знал не знал ладно это первое не второе значит и 3 4 5 она наркоманкой было я тут тоже когда с дерябином андреем она кололась вообще опиум тогда был я училась 15 поздание ко мне подошел герябином андреем как это все было и как будто девочка стала наркоманка для меня вообще это дико она красивая девка то мать врач представляет вот предложил первый раз я не поняла а потом она залезла и нам уже потом из какого-то притона и вытаскивали откуда-то привозили что-то целая история забыла наверно все вера степан сейчас амнезия начнется и смысл чем она я самая ревашка там куда-сюда короче как на севере она оказалась мамина подруга и отправила на север она потому что елена повар 15 поздания там где-то чё-то или напор она проработала месяц деньги кончились и потом уже в итоге она откровенно со своим лицом мне да я проработала месяц потратила деньги и пошла на панель как ты пол как получилось я бы потратила деньги зашла в гостиницу и жить можно снималась на гостинице ну извините о чем-то говорит правильно это говорят о чем это можно сказать знаете маком укол то есть и сделать там она из семерых может за раз обслужить и не понять о чем не говорит ну пожалуйста как бы чё за образ жизни вообще я все знал что ли нет и в итоге она встретилась какой-то женщиной там она не сказала такого так и так сказала ну типа вот что можно работать у тебя все время понимаешь учет и пошел до забрали документы а как это начальник гибдддк фамилия это вы то знаете ведь вы же и сказали тогда как это поживает ну или не вы в смысле кто там на севере гибдддк какой-то начальник или здесь он был потом туда но я же узнал вообще у вас в кабинете я хочу молчать фамилию просто назови а чё молчать нам назови фамилию как его звали мы потом это все ускроется на эти показания когда у вас в кабинете я не помню подожди 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 короче там какой-то был это шадринский короче и он там и фамилию я не помню ей сказали когда она забирал на кабель это поживает и фамилию этого как бы так сказать полицейского она такая здесь с ним сам самарит разберусь а потом выяснила что там начальник гибдд полиции где-то и я не сказал вообще как началось это да мы с ним были друзья как бы и что-то я с ним приехала в сауну по по делам а это знаешь сауну кто там работает так вот это пробрести так и открылась я глупичок у меня дурак огонишь какую сауну с ним приехал ты сама там работала походу или тебя привезли к нему вот так вот все это началось и я потом допытывался и допытывался никто никого не бил никто никого не тебя привезли и в итоге все это всплыло но я уже я уже все равно узнай если за тебя в участковом в кабинете говорят я все равно узнай осознайся сама и она на это повелась она созналась что она работала пошли от грязь узнать но добьюсь затягуясь и все знают но что тебя в рот трахали в презерватива целый год сколько у тебя в ночь чтобы было клиентов 57 она одно рассказала потом второе за аборт засвоено ничего и смысла было и потом врать она потом уже разговариваться не стал просто не стала она уже боялась что-то говорить потому что я до сего докопаюсь у меня хватит я не знаю почему забирали и как бы он помог и с паспортом что как бы он что-то у меня что-то шадринский как видимо там у бесплатно или чё не знаю ну что с документами он не помог это точно видимо там паспорта забирает потому что а перед этим компотом была моя жалоба на то есть и по поводу севера аварий и денег а также после ремонта в квартире выполнила постоянно и говорил одно и то же значит что не расписываясь не может втайне потом у нас сегодня у свадьбы у меня фотографии есть свадьбы на что нам пока свадьба и моты за участкового русского вообще за нее заступаться понимая что я не ему что я могу в паспорте себе штампу друг юный близкий это как это сказать сожитель я сказал такой сожитель покажи гид в паспорте чтоб ты муж у меня нет вот так расписали все это было еще в самом начале мать свидетель как как участкового у нас здесь вот белозерцев приходил майором как бы уже в года неплохой мужик честно с одной стороны а с другой стороны все тут одни причине это только вот тут надо было что расписывать если все правильно подожди секунду можем не листочек просто листочек что можно просто реально поставить по такому сказать на полосу сделать все ставить на полу потому что почерк у вас неразборчивый иероглиф я вот не разбираюсь в японском кроме того а и 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 У меня плохой почерк, у меня руки не пианисты, а на компьютере я работаю не могу, мышки не пианисты, здесь я не пианисты, пожалуйста, в принципе все, все, да, все, я просто делаю немножко. Не, кайфовое видео, она вот так, честно, она, как бы, ну, куда деваться, да. Ну, видишь, сейчас люди-то, как бы, это, лапки не носят, ну, что, на что надо? Вот это видео, на флешку? Мне тоже, чтобы было более развернуто, в случае чего, если у кого-то возникли вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.